Украина ведет себя, к сожалению, странным образом, включая, как на дороге, странный водитель, включая левый поворотник, поворачивает направо. И в первую очередь здесь должна определиться Украина. С кем вы? Что вы хотите? Это все легенда, что им поможет этот самый европейский рынок и так далее. Ничего им не поможет. Въезд, как войдут, так и выйдут. Ничего хорошего нет на Украине в этой ситуации. Но, естественно, абсолютно правы и наше правительство, и президент наш, который говорит, ну, раз вы уходите, значит, вы должны попасть под ценник, который находится в Европе. И тогда какая нам разница? Украинцы вы или украинцы, как правильно говорить, или какие-нибудь голландцы, там, пресловутые на сегодняшний день попавшие мне на язык. Но, тем не менее, цена должна быть одна от того, что вы покупаете продукт. Иначе вы, ровно через две минуты, убрав границы, а вы их тогда уберете, естественно, тут же оттащите мою банку с бензином и продадите его по той цене, по какой... Почему вы должны на этом страдать? Почему? Если, так сказать, граница будет находиться между Украиной и Россией, европейская, значит, там и закончится, и будет ценник тот, который должен быть на всех. Вы же входите в магазин и не говорите, я тут местный, из Саратова, поэтому мне цена другая. А я, значит, приезжий из, да, из какого-нибудь города, там, Дюшанбе, мне дайте по-другому. Не получается? Все тогда должны, значит, платить так, как есть, и как бы не около Украины, а экономика Украины сейчас полностью висит. На России это качается энергетическими всеми запасами, нефтяными, энергетикой, еще огромным количеством вещей, и то сопутствующее, что получаем мы от Украины, мы можем пережить. Ничего страшного не будет, мы переживем и, так сказать, сгруппируемся, и лучше будем работать с четкими, обязательными какими-то немцами, шведами, финнами, которые, так сказать, будут держать свои обязательства, а не как украинцы, так сказать, каждые 15 минут менять условия взаимоотношений.